Уважаемые зрители, мы убедительно просим вас на время семинара отключить ваши мобильные телефоны. Есть огромная разница между информацией и знаниями. Субтитры создавал DimaTorzok Создатель проекта «Маткульт. Привет!», направленного на популяризацию математики. На семинаре мы поговорим о математике повседневной жизни. Далеко ли видно с крыши вашего дома? Как прикинуть радиус Земли на глаз? Почему существует теория именно шести рукопожатий? Всем добрый день! У нас лекция, которая называется «Математика» и, что бы вы думали, «Жизнь». Вот так. Ну что, поехали? Давайте начнем с сюжета, который называется «Теория скольких-то рукопожатий». Скольких? Шести, да? А почему шести? Почему не шестидесяти шести? Или трех, например? Ну, давайте про это поговорим. Итак, что утверждает эта теория? Она на самом деле не сто процентов математизирована, но у нее есть там конкретная математическая модель. Теория говорит, что если мы возьмем наугад двух человек на планете, допустим, какого-нибудь рыбака из Новой Гвинеи и жителя Кольского полуострова, да, может быть, тоже рыбака, и посмотрим, сколько нужно между ними, вот это вот первый житель, да, назовем его А, а это второй, назовем его Б. Ну и мы хотим понять, сколько между ними нужно вставить людей минимальное количество с тем условием, что А знает С, С знает Д, Д знает Е, Е знает Ф, да, Ф знает Ж, допустим, Ж знает А, и А знает Б. Вот сколько нужно вставить людей? Ну и, значит, в принципе, конечно, может случайно оказаться, абсолютно случайно, что у них есть какой-нибудь третий общий знакомый, там, не знаю, где-то они там на каком-нибудь форуме рыбаков встречались, познакомились, и что вообще вот раз и два, и все, ну, совсем уж маленькой вероятностью может вообще оказаться, что они просто изначально знакомы друг с другом. Но если мы рассмотрим случайно взятых вот таких двух людей, то скорее всего, скорее всего, ну, грубо говоря, с вероятностью 90 с лишним процентов, между ними надо будет вставить вот такую вот цепочку из шести, может быть, пяти, может быть, семи, ну, вот как бы никак не выходя за эти пределы людей. И сейчас я объясню, что же это за число такое шесть, чем оно, так сказать, почему оно здесь появляется, почему именно шесть появляется. Ну и чтобы это объяснить, давайте мы сейчас построим математическую модель вот этой вот истории. Итак, первое, что нас интересует, сколько у типичного человека, живущего на Земле, хороших знакомых, с которыми он вот за руку здоровается, да? Сколько? Ну, давайте я просто послушаю версии зала в типичном случае. Конечно, мы не берем людей, которые очень активные, знают много-много людей, и не берем там отшельников, да, допустим, монахов-отшельников, которые почти никого не знают. Ну, нормальный человек, живущий в обычном городе или на селе, вот сколько он людей знает, с кем он здоровается за руку, кого он считает другом или приятелем? Ну, человек 30. Так, отлично. Пять. Пять. Ну, пять друзей? Может быть, где-то 50. 50, я бы, да, я бы скорее вот в эту сторону подумал. То есть 30 – это в нашем мире, таком активном, бурном мире, 30, наверное, это нижняя, скорее, граница. Так, ну и, наверное, если очень-очень активный, то можно и до 100 довести. Ну, наверное, каждый из вас, в принципе, согласится с тем, что это количество меняется примерно в этом диапазоне, где-то от 30 до 100. Зафиксируем это. Теперь давайте назовем вот это количество буковкой К. К личных знакомых. Таких хороших личных знакомых. И сделаем следующее. Возьмем вот этого наугад первого взявшегося нам рыбака и нарисуем эти вот К знакомств, как они от него исходят в разные стороны. Вот они. Перечисляем всех их поименно. Дальше. Берем любого из тех, с кем знаком этот рыбак, и проделываем ту же самую операцию. Один из них – это будет вот этот вот первый. И еще будет, ну, примерно те же К. Может быть, у него больше немножко, может быть, меньше. Может быть, некоторые ведут к общим знакомым, образуя треугольник знакомств. Как у нас говорят? Сообразим на троих. Вот если они на троих соображают, тогда одна из стрелочек ведет сюда. Но понятно, что в нормальной ситуации, не в ситуации, когда какой-то замкнутый мирок, в нормальной ситуации большинство знакомств уже не являются непосредственными знакомыми первого. Так. И вот теперь у нас уже получается, что из каждого знакомого вот этого вот первого лица мы построили, значит, ну, примерно тоже пока новых знакомых. И вопрос. Сколько у нас получилось вот таких вот двузвенных ломаных? То есть сколько знакомых через одного? Сколько будет, допустим, 50 умножить на 50? Вот, правильно. Сколько будет? К умножить на К, да? К умножить на К называется К квадрат, да? Вот. Ну, вот, например, если было 50, было бы 2550 умножить на 50. Хорошо. А теперь я добавляю всех знакомых, всех крайних лиц вот здесь. И у меня возникают трехзвенные ломанные знакомства через два рукопожатия, так сказать, да? Сколько таких? К в кубе. К в кубе. К в кубе. Так, прекрасно. Дальше я думаю, что уже понятно, что через еще одно будет К в четвертый, дальше К в пятый, да? Вопрос. Когда вот эта логика прекратит работать? Когда люди закончатся. Правильно. Когда закончатся люди на планете Земля? То есть никогда. Здрасте. Округлим 10 миллиардом для простоты. Сегодня 8 с лишним, да, миллиардов живет? Ну, допустим, 10 миллиардов. Сейчас вы увидите, что даже если я напишу 100 миллиардов, ситуация очень слабо изменится. Ну, допустим, будет 10 миллиардов. Давайте назовем это число N, и это население Земли. Итак, цепочки закончатся тогда, давайте так напишем, цепочки закончатся, ну, то есть их нельзя будет дальше достраивать, тогда, когда К вот в этой вот неизвестной степени длина цепочек, количество рукопожатий как раз, да? Ну, или там количество рукопожатий плюс 1, может быть, если мы считаем длину звеньев самих, будет примерно равно населению Земли, которое я обозначил за N. То есть мы должны решить вот такое уравнение, чтобы получить число рукопожатий в теории рукопожатий. Решить относительно вот этого числа N. Я могу даже его написать в таком виде, чтобы уже как бы не было путаницы, если кто-то с символами не очень дружит. То смотрите, я пишу так. Число друзей человека, ну, типичное число друзей человека, в степени N равняется населению Земли. Вот какое уравнение мы решаем. Как называется число N? Поднимите руку, кто знает, которое таким уравнением задается. Какое слово здесь надо написать? Математический термин. Степень. Это степень. А решение вот такого уравнения? Логарифм. Правильно, кто сказал логарифм? Итак, N равно логарифм населения Земли по типичному числу личных знакомых. Теперь почему это число настолько, так сказать, точно вокруг шестерки фокусируется? Почему? Ну, давайте посмотрим. Давайте его вычислим. У нас население Земли примерно 10 миллиардов, но мы можем варьировать. Сейчас посмотрим, что будет, если мы будем варьировать. Значит, число знакомых от 30 до 100. Значит, вот мы где-то берем края, посмотрим, что на краях происходит. Тогда будет что-то между, да? Ситуация между краями. Вот, мы хотим возвести в N и получить вот это вот число. Ну, например, давайте 30 возводить в N. 30 в квадрате. Что это? 900, да? Но, на самом деле, 30 в какой-то степени, это будет, допустим, я возвору в четвертую степень, да? Это 3 в четвертой, а дальше 10 в четвертой, то есть в конце 4 нуля стоит. Вот. Ну, а 36 давайте посчитаем. Это 3 в шестой умножить на миллион, потому что 10 в шестой – это миллион. То есть нужно 3 в шестой возвести и приписать справа 6 нулей. Итого 729 миллионов. Вот. А 37-й – это, видите, 7 ю 3, там, 21. Ну, короче, примерно уже 22. Да? 22. Уже, извините, миллиарда. То есть уж точно они больше 7 рукопожатий. Ну, а 6 для случая 30 еще немножко маловато. А что же со 100? Допустим, у нас мир состоит из чрезвычайно активно общающихся друг с другом людей. И типичное число знакомых – 100. Давайте посмотрим на степени 100. Ну, например, 100 в кубе – это что? 100, когда умножается 100 на себя, то просто добавляется каждый раз два нуля. Поэтому если три раза вот так перемножить, получится миллион. Так, 100 в пятой. Это я должен еще два раза дописать два нуля. Все. Население Земли. То есть в случае, если бы было 100, у всех 100. То число рукопожатий было бы в районе пяти. Если у всех 30, то в районе семи. Шести-семи. Теперь все понятно, да? Плюс-минус может быть один, в зависимости от того, как считать. Иногда в интернете, где у людей больше знакомых, там прямо видно, что вот эта вот теория рукопожатий в каких-то социальных сетях, она до пяти падает. Потому что у многих по нескусу сот. Но сильно она не падает. То есть вот объяснение, откуда вот эта магическая шестерка. Часто спрашивают журналисты, почему шести рукопожатий? Я говорю, так логарифм же. Логарифм населения Земли по основанию числа знакомств. Он говорит, что? Вот, все. Все понятно? Отлично. Перейдем к следующему сюжету, который называется двойная ошибка на Байкале. Чья? Моя. Про измерение расстояний до видимых объектов. Сейчас поговорим про измерение расстояний до видимых объектов и про некоторые неожиданные вопросы, которые с ними связаны, с этими измерениями расстояний. Итак, ситуация невыдуманная. Эта ситуация произошла летом 22-го года, год назад примерно, чуть меньше года назад. На Байкале мы, значит, вышли на берег моря. Ну, вы знаете, Байкал – это славное море, священный Байкал. Так вот, мы выходим на берег. И я говорю супруге, говорю, смотри, наконец, горы. Прекрасно, как на ладони, видны. До этого дожди шли, дожди, дожди, дожди. И вот все, значит, расчистилось, через Байкал видны горы. Горы называются Хамар-Дабан. И вот ситуация, что через озеро Байкал, я вижу, значит, вот Байкал. И вот я вижу там эту горную цепь. Она вся вдали меня, примерно на одной и той же высоте. высота 2 километра, короче, над уровнем моря. Примерно, ну там, 2-2-100, ну, несущественно. Можно считать, что 2. Вот, и я говорю супруге, говорю, смотри, сейчас я померю научным методом расстояние до этих гор. Как я это делаю? Я беру вот так на вытянутую руку, ставлю ноготь, вот мой ноготь, он полностью эту горную цепь вот содержит в себе, вот целиком, вот она там вдалеке. Я смотрю, а я-то знаю пропорции. Я знаю, что когда я на вытянутой руке вот так вот что-то замеряю, то вот это 1 сантиметр, это 50 сантиметров. То есть 1 к 50 получается пропорция. То, что я вижу, умещающимся в один ноготь, находится на расстоянии, ну, вот то, что я вижу, да, нужно в 50 раз увеличить размер того объекта, который на самом деле он имеет, чтобы получить расстояние до него. Ну, из-за естественной, ну, еще со времен Фалеса, да, подобные треугольники, отношения, пропорции, наверное, все помнят. Вот, ну и я вот так вот говорю, смотри, Марина, смотри, 100 километров до них, и тут я так как стоял, так и сел. Пафос закончился. Дело в том, что я знаю, что до них не 100 километров, а значительно меньше. Первый вопрос. Где я ошибся? И на самом деле на него двойной ответ. Ошибся я в двух местах. Две ошибки друг на друга наложились и дали вот в результате сильные, сильные искажения по сравнению с тем, что на самом деле имело место. Ну, попробуем. Кто догадается? Градус? Нет, там я все равно, я же вижу только верх. Может, как-то связано с уровнем моря? Какого моря? Байкал. Да, это вот было горячо. Дело в том, что Байкал находится на отметке 456 метров над уровнем моря весь целиком. И это источник первой ошибки. Те горы, которые с той стороны расположены, не два, а, грубо говоря, полтора километра над уровнем Байкала. А у меня все поднято на уровень Байкала. И это дает ошибку. То есть, если пересчитать тут, то получится 75 километров, но все равно это больше, чем на самом деле. То есть, есть еще одна ошибка, которая тоже посетила вот эти вот рассуждения. И когда мы ее исправим, мы проведем все, что надо, все вычисления, и удивительным образом получим ровно то, что на карте. Один в один. Буквально с точки зрения каких-то нескольких километров, которые уже тут, ну, понятно, нескольких километров тут, конечно, будут в качестве погрешности. Так. Ну, давайте я вам объясню. Дело в том, что Земля, она же не плоская. Понимаете? Видите? Часть этих гор находится вне видимости, какой бы то ни было. И я хочу узнать, как теперь произвести правильные вычисления с учетом этого факта. Итак, вот эта вот гора целиком полтора километра, но есть видимая часть х и невидимая часть у. И мы не знаем, в какой пропорции они распределяются, эти х и у. Но мы можем вывести два уравнения на эти два неизвестных. Первое уравнение, кто мне подскажет? Общая высота горы полтора. Чему она равна в терминах х и у? Х плюс у равно полтора километра. Совершенно верно. Итак, первое уравнение звучит так. Х плюс у равно полтора километра. Все будем в километрах белить. Но мы пока не знаем, какова часть видимая, какова невидимая. Но что мы видим? Вот эта вот линия, она касательная к поверхности Земли. А кто помнит, каким свойством обладает касательная основным? О, ее кто-то сказал. Перпендикулярно. Перпендикулярно радиусу. Вот идет радиус. Куда он там придет? Центр Земли. Мы его не видим, но он есть. Правильно? Так, отлично. Сейчас мы тут некоторый треугольник построим. Какой? А я отсюда пойду тоже вниз. Вдоль вот этой горы дальше вниз пойду. Куда я приду? Туда же. Центр Земли. То есть, если я отсюда приду, я приду в центр Земли. Отсюда приду. А этот угол прямой. Так, что же у меня получится за прямоугольник такой? Ой, прямоугольник. Я сказал, что у меня получится за прямоугольник. А имел в виду, что у меня получится за треугольник. Да, но в этом состояла уже подсказка. У меня получится прямоугольный треугольник. Вот такой вот. Где мне известен радиус Земли, где я знаю, это что такое? Это катет, правильно? Один из катетов, равен радиусу Земли. Гипотенузу пока обозначим буквой L. Ой, гипотенузу, извиняюсь, второй катет. Вот этот второй катет мы обозначим буквой L. Радиус Земли первый катет, второй катет буквой L. Это неизвестная нам величина. Я хочу получить второе уравнение, исходя из теоремы кого? О, хором, вот это все знают. А гипотенуза чему равна? Нет, сама гипотенуза равна просто R плюс Y. Но ее квадрат равен сумме квадратов катетов. Правда? Итак, гипотенуза, она лишь чуть-чуть длиннее катета, да? Но вот это как раз и дает нам это, из-за того, что этот угол очень маленький, здесь получается, что... Ну, мы сейчас увидим, что получается. Итак, я должен написать теорема Пифагора. Она говорит, R плюс Y, то есть гипотенуза в квадрате, вот это в квадрате, равно R в квадрате плюс L в квадрате. Вот. Неизвестная нам L в квадрате. Но R плюс Y в квадрате можно расписать. Как? R квадрат плюс 2RU. Давайте я нарисую. Дело в том, что это никогда не рисуют или редко рисуют, и зря. Выглядит это так. Я хочу определить, чему равна R плюс Y в квадрате. Но это же площадь квадрата, да? Со стороной R плюс Y. Что такое вообще квадрат? Вы никогда не задумывались над тем, почему говорят 3 в квадрате. В каком еще квадрате? Что значит 3 в квадрате? 3 в квадрате. Что значит 3 в квадрате? Ну, 3 в квадрате значит, что сторона 3, и я должен посмотреть, сколько в этом квадрате получается клеточек. Сколько? 9. Поэтому 3 в квадрате равно 9. То же самое с кубами. Но нам нужны квадраты. Значит, соответственно, R плюс Y, возведенный квадрат, это площадь такого вот квадрата со стороной R плюс Y. Но я же могу его разрезать вот так вот, что у меня будет вот это вот Y, а это R. Имею право. В математике все можно сделать. Вообще любое действие, на любое действие ты имеешь право. Но потом нужно, чтобы оно встроилось в логическое доказательство того, что ты хочешь. Иначе это будет бессмысленное действие. Но запретов никаких нет. Итак, разделил площадь на 4 разных площади. Вот эта площадь, это что? R квадрат, правда? А это? Y квадрат. А вот это и это. Тут R умножить на Y. R, Y. Это же прямоугольник со сторонами R и Y. Значит, у него площадь R умножить на Y. И здесь тоже R умножить на Y. Ну вот у меня и получается, что R плюс Y, возведенный в квадрат, состоит из квадрата от числа R, квадрата от числа Y и удвоенного произведения R на Y. Все. Нет, здесь R, не L. Но теперь-то я вспоминаю, что это должно быть равно сумме квадратов катетов, правда? Согласны? Страшный монстр под названием R квадрат сокращается. Сокращается. И остается вот такая вот формула. В принципе, из нее можно уже извлекать пользу, но для примерного вычисления мы сейчас проделаем еще одно странное сокращение. Знаете, какое? Просто зачеркну Y квадрат, как будто его нет. И напишу, что это примерное равенство. Так можно в физике делать. В математике так нельзя, за это двойку могут поставить. А в физике можно. Потому что что такое Y квадрат и 2RY? Я напоминаю, что Y – это высота горы. Ну, допустим, 2 километра. У Джамалунгмы, допустим, около 9 километров. Допустим, это хоть полет самолета. Это все равно. Ну, там где-то в районе 10-12 километров. А радиус Земли? 6378 километров. Молодчина. Ну, я приближаю до 6400 обычно. Ну, то есть это несоизмеримые вещи. Тут я Y на Y домножаю, а тут Y на диаметр Земли домножаю. То есть понятно, что это не влияет ни на что, поэтому можно просто стереть. И теперь остается прекрасная формула, связывающая видимость с высотой. Вот такая. В принципе, ее можно относительно видимости целиком разрешить. Давайте написать L равно корень квадратный из 2RY. И извлечь из R корень. Он очень легко извлекается из радиуса Земли. Удобная штука. Из радиуса Земли корень извлекается. 80, да. 80 корней из 2Y. Напоминаю, что для того, чтобы воспользоваться этой формулой, надо Y вычислить в километрах. Например, предположим, вас кто-то пустил на шпиль Останкинской телебашни. Он имеет высоту 500 метров, грубо говоря. 500 метров – это сколько километров? 0,5. 0,5. А если я на 2 умножу? 1. 1. А корень из 1 чему равен? 1. 1. Соответственно, видимость Останкинской телебашни – 80 километров. Правдоподобно? Вполне. Соответственно, вот у меня есть вот эта формула. Сейчас я вернусь к картинке. Я ее заново напомню. Я напомню, как она выглядела. Эта картинка наша. Вот Земля. Вот Байкал здесь. Через Байкал я вижу гору. Но вижу-то я только вот эту верхнюю часть горы. Но тут как раз то, что угол немножко другой здесь. И это можно пренебречь, потому что здесь очень маленький угол. Треугольник, он острый-острый-острый-острый-острый угольный. Вот такой вот. Вообще, довольно интересная идея, что теорема Пифагора универсально применима для всех видов треугольников. Это не сразу до человечества доходило. Когда эротосфен определил радиус Земли, он воспользовался совершенно гениальным приемом. В процессе этого измерения он использовал принципы пропорции, в которых треугольники отличались в миллион раз. Ему говорят, слушай, мужик, а почему на таких расстояниях вообще наши принципы математически сохраняются? Почему ты в этом уверен? Миллион раз. Ну, я понимаю, в 3-4 мы видим непосредственно, но может дальше все искривляется вообще. Хороший резонный вопрос на самом деле. Это вопрос к свойствам пространства. Когда мы измеряем астрономические расстояния, мы допускаем это, то, что, ну, как бы, некий акт веры, да, что вот это все плоское оно, все. Вот. Ну, и он сказал, ну, я тут вам ничего не могу сказать, но если мы верим в пропорции, в правила пропорции для треугольников, отличающихся миллион раз, то я вам могу сказать, что радиус Земли 6 тысяч километров. Ну, если не верим, тогда сами вычисляйте, как хотите, да, что тогда тут сделаешь. Ну, вот. Так вот, здесь чуть-чуть совсем отклонения. Вот это у меня было х, это у меня было у, правильно? Вот это было л. И л было связано с х вот этой пропорцией, правильно? Пропорцией вытянутой руки, то есть 1 к 50. Значит, это 50х. Поэтому мы имеем два уравнения. Х плюс у равно полтора, это мы уже поняли с вами. А второе уравнение состоит в том, что л равно 80 корней из двух у. То есть 50х равно 80 корней из двух у. Давайте 0 уберем, останется 5х равно 8 корней из двух у. И снова его заведем в квадрат для простоты. Ну, или давайте здесь пока напишем вот так. 5х равно 8 корней из двух у. Когда у вас есть два уравнения с двумя неизвестными, у вас есть надежда их решить. Правда? Выразить одно через другое и т.д. И вперед. В данном случае я предлагаю так сделать. Вот сейчас я еще несколько проделаю, несколько нигилистических шагов, которые на ЕГЭ точно не надо выполнять, потому что вас ждет двойка тогда. Но по жизни их можно сделать с учетом той ситуации, которую мы рассматриваем. Физики учат приближение. Математика, наука точно. А в физике все приближено, потому что модели, они не полностью отвечают на жизнь вокруг, а лишь в некотором приближении. Так вот 25х квадрат, соответственно, равно нам нужно возвести вот это в квадрат. Ну, не буду вас мучить, это 128у. Соответственно, что мы сделаем, чтобы решить это уравнение? Ну, давайте вот здесь на 128 все умножим. У меня 128х плюс 128у будет равно 128 умножить на полтора. Ну, это 192. И теперь я могу подставить вместо 128у 25х квадрат. Правда? Вот. 128у, которое равно 25х квадрат. То есть получается уравнение 25х квадрат плюс 128у равно 192. Вот. Ну, мы могли бы применить правила дискриминанта, да? Но я предлагаю сделать так. Во-первых, 128 это примерно 130. Сейчас. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, надо запомнить, что я там написал. Я написал 25х квадрат плюс 128у. Вы написали 128у. А надо было? Х. Х. Так. Ну, я еще напишу 130 вместо этого. Какая разница, 128 или 130? Правда? Вот. И это, значит, примерно равно 192. А зачем мне 130? А затем, что я выделю сейчас так называемый полный квадрат. 5х плюс 13 в квадрате. Следите за руками. 5х взведенных в квадрат как раз 25х квадрат. 5ю 13ю 2. 5ю 13ю 2. Как раз 130, да? Но появляется еще что-то. А именно 13 в квадрате. Правда? Соответственно, вот это равно то, что было справа, плюс 13 в квадрате, которое, наверное, вы помните 169. Иными словами, здесь возникает что? Подарок судьбы. Почему это подарок судьбы? Что-то корень, по-моему. Да. Это 19 в квадрате. Итого 5х плюс 13 в квадрате равно 19 в квадрате. Так как отрицательные значения этого выражения меня явно не интересуют, то можно излезть из того и другого корень положительной области и получить вот такое вот. Итого, задача практически уже дорешена полностью, потому что 5х оказывается равным 6. А вспомним теперь, что мы вычисляли. Мы вычисляли L, расстояние до гор. L было равно 50х из-за пропорции. 60 кг. Да, и это правда. И это правда. По карте прямо видно. Вот. И из этих 60, соответственно, мы видим верхние 1200 метров, а вот 300 метров, извините, уходит под Байкал. Вот. Ну вот такой вот замечательный сюжет непосредственно из жизни, да? Ну и давайте теперь завершим чем? Тем, что мы вычислим радиус Земли. И как же мы это сделаем? Вот Эротасвен в 3 веке, он придумал следующую конструкцию. Он жил в Александрии, по-моему, да? А был еще город, такой город Асуан. И вот этот город Асуан, он находился на северном тропике. А что на северном тропике? Чем он хорош? Тем, что 22 июня. Продолжайте. Солнце замечает. Да. Вон там. Полностью. То есть я могу залезть в колодец какой-нибудь очень глубокий, и его посетит солнце в середине дня. Дно колодца будет под солнцем. В наших шротах, понятно, такого не бывает даже близко. В Асуане такое бывает. 22 июня. 22 июня проделывает следующий эксперимент. Сверяет часы с другом, который живет до 1000 километров в Александре. Или наоборот, он посылает, значит, друга в Асуан. Тысяча километров. Тысяча километров. Сверяет часы и говорит, друг, замерь, пожалуйста, длину тени от высокого шеста, поставленного в Александрии. И сообщи мне пропорцию. Гениально. Гениально. Понимаешь, что она круглая? Ну, это знания еще древние, когда там паруса появлялись вначале. Потому что земля круглая знали всегда. Это какие-то там истории, что это вот какие-то когда-то какое-то прозрение было. Вот. Значит, смотрите. Вот у меня шест в Александрии. Какая от него тень? Здесь должно быть еще одно допущение, которое сделал Эртосфен, но мы тоже сделаем. Что Солнце так далеко, что лучи параллельные в разных точках будут. Если бы оно было поближе, они бы расходящиеся были. Но, ребят, 150 миллионов километров до Солнца. Но тогда еще, конечно, это не знали. Наверное, он понимал, что оно гораздо, 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 гораздо дальше, чем даже диаметр Земли. В общем, можно считать, что это параллельно. Тогда возникает следующая ситуация, что вот у меня вот этот шест, он идет, понятно, в центр Земли. И тогда возникает, естественно, пропорция, состоящая в том, что отношение длины тени к этому самому, к росту здесь, это то же самое, что отношение расстояния между городами к радиусу Земли. Все. Небольшие искажения вносят, но уже не очень существенные. То есть вот эти треугольники почти подобны. Значит, соответственно, измерив здесь, получилось 1 к 6 у него тут вот, да. Вот. Ну и, соответственно, 1 к 6 и будет вот это тысяча километров до Суана к 6 тысячам километров. Он был первый, кто дал эту точную цифру. По крайней мере, насколько это известно, может быть, может кто-то и до этого дал. Вот. Вот так вот. Друзья, я готов ответить на вопросы. — Большое спасибо вам. И мне кажется, сейчас вы развенчали миф в моей голове о том, что математика — очень скучный предмет. Спасибо. — Это самый, вообще, самый яркий предмет. Я вам точно говорю, сто процентов. Самое красивое. Ничего красивее математики нету. Даже самые суперкартины. Только музыка может немножко сравниться. — Спасибо большое. Если я все правильно понял, можно ли считать, что пропорции 1 к 50 всегда неправильно, и нужно мерить 1 к 60? Потому что семья всегда вот так вот скажет. — Нет, нет, нет. Пропорции как раз совершенно правильные. — Плодочи, не пропорция, а вот высота. — Нет, нет, нет. Значит, дело в том, здесь 60 получилось километров. Это у нас такой ответ вышел. Но пропорция здесь была все нормально. 1200 торчало сверху. На самом деле, вот так надо нарисовать. 1200 торчало сверху, до него было ровно в ноготь вот это все и помещалось. Ну и, соответственно, мы на 50 получаем 60 километров. То есть вот это действует. Просто надо это с умом применять, что мы отсекаем от гор ту часть, которая видна, а та, которая оказывается под линией горизонта, та, естественно, не видна. Но изначально мы не знали, какой они пропорции, поэтому пришлось две переменных водить, а не одну. — Спасибо. — Спасибо большое. Действительно, настолько практично. И что бы вы посоветовали из литературы почитать тоже о подобных примерах? — Отличный вопрос. Поехали. Ну, я прошу прощения, но прям первое, что приходит в голову, это моя книга «Математика для гуманитариев». Далее Перельман, все выпуски, занимательное что-то, Перельман, там занимательное. Ну и дальше там у него куча есть. Есть большая книга занимательных наук, в ней несколько томов в одном сложились. Дальше есть книга под редакцией Николая Николаевича Андреева. Так, называется «Математическая составляющая». Математическая составляющая. Про многочисленные сюжеты математики из жизни. В частности, у него там свой подход к этому же, что мы сегодня… Вот, там толстенная она вообще, цветная, красивая. Так, довольно сложная книга Нелли Литвак и Андрей Михайлович Райгородский. Мой друг, коллега и начальник на физтехе. Называется «Кому нужна математика?» Кому нужна математика? Ну и, грубо говоря, в этой книге дается ответ, чтобы более-менее всем, кто хочет знать техническую часть нашей жизни, кто хочет, в принципе, разбираться в том, где он живет. Вот он, например, берет, я не знаю, вы берете какую-нибудь кредитную карточку, или этот прибор, смартфон, или в компьютере в какой-нибудь лишний кабинет входите, или вы там какой-нибудь криптовалютой увлекаетесь. Там везде зашито кодирование на основе очень тонких свойств чисел и их делимости. И без понимания этих свойств вы совершенно не прикоснетесь к этой потрясающей интеллектуальной культуре, как сегодня этот мир весь, как он функционирует. Ну, можно, конечно, просто использовать этот мир и жить в нем вот так, как бы, как в мире, который создали какие-то там... А можно просто разобраться и понять, что за мир, в котором вы живете. Если там, не знаю, на куски рассыпется, вы потом его сами соберете обратно туда. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...